Всем привет! С вами сегодня снова я Виктория Крокус и сегодня я буду собирать канцелярию в поездку на дачу. Вам всегда интересно, что же я из канцелярии беру с собой, что мне нужно на каждый день и вот сегодня я вам расскажу. Мы будем с вами собирать рюкзачок, то есть я не буду показывать одежду или то, что я беру для собаки, только канцелярию. Оставайтесь со мной, приятного просмотра, давайте начинать! Всю свою канцелярию я буду убирать в рюкзак, с которым поеду. Это мятный рюкзак из магазина Pull&Bear, он стоил абсолютно недорого, но он хорошего размера. Также он сам по себе не тяжелый, так как просто трикотажный мягкий. Тут есть еще такой вот маленький кармашек, сюда можно будет положить кошелек или что-то типа того. Одежда, в которую я поеду, это шорты из магазина Pull&Bear, широкие шорты на высокой талии. Футболка с подсолнухами, которая сюда отлично подходит. И если будет прохладно вечером, то я могу накинуть анорак. Анорак тоже я подбирала специально под этот наряд, тоже из магазина Pull&Bear в пастельных оттенках. Мне кажется, все смотрится довольно гармонично, не то чтобы даже поехать на дачу. Этот лук очень подходит. Напишите, как он вам. Для тех, кто интересовался, я полностью сдала уже все экзамены в университете. На этот раз у меня все пятерки и зачеты, у меня даже не было четверок. На дистанционке учиться мне понравилось, но заданий, конечно, было очень много. Я их делала целый день или по полдня, и у меня уже болели глаза. Но это такое было небольшое лирическое отступление про учебу. В общем, я все закрыла и можно сказать, что типа выхожу на каникулы, но, конечно, продолжаю работать. Итак, первое, что я хочу вам показать, что я беру на дачу, это личный дневник. Потому что я его заполняю каждый день. Вот мой личный дневник на данный момент. 100% сочный блокнот. Уже, наверное, все его видели, потому что у меня о нем выходило несколько видео. Он внутри очень красивый и летний. Я думаю, что буду заполнять его каждый день. Для него вообще не обязательно брать никакие скотчей и наклейки, потому что он не так красивый, но я люблю дополнять. Поэтому кое-что все-таки беру. Беру набор ручек Муджи. Японские ручки, как я вам и говорила. Я продолжаю им все заполнять. Мои любимые текстовые делители, сейчас я вам их покажу. Это вот эти. Они мне нравятся даже больше любых дорогущих текстовые делители от Стабила. Они стоили рублей 100. На Алиэкспресс все 6 цветов. Они карманные, удобные, то есть они не занимают вообще никакого места в рюкзаке и весят, наверное, максимум 60 грамм. Мне нравится в них то, что они не размазываются и под ними ручка не растекается. Может быть, у них какая-то основа не спиртовая, а такая более щадящая. Но когда я выделяю дату этими маркерами, дата у меня не размазывается. Или же, когда я в открытках что-то выделяю. А если я использую Стабила, почти сразу после того, как что-то написала, ручка просто начинает течь. Пенал я возьму свой любимый розовенький, так как он большой и вместительный. Потому что я не хочу, чтобы у меня в рюкзаке все туда-сюда летало. Я все такие мелкие вещи буду складывать в этот большой пенал. Он даже больше похож на косметичку, нежели на пенал. Кстати, кто ждет канцелярию на море, я, конечно же, сниму видео перед тем, как поеду на море, что я беру из канцелярии. Но это будет, мне кажется, к концу лета, наверное, такое видео. А сейчас пока только на дачу собираемся, сами понимаете. Также я хочу взять штампики. Вы знаете, как я люблю в последнее время использовать штампы. Я возьму два летних набора. Первый наборчик, я его еще не использовала, потому что он максимально летний. Тут и книга, арбузы, какой-то толстый медвежонок, который типа на пляже, огород. Второй набор штампиков, это дело лимонад. Мне он очень нравится, и я его уже использовала, как вы можете заметить. Представляет лично в дневнике или же в планере. Но планеры я, наверное, брать не буду. И, конечно же, штемпельную подушечку к ним. Оранжевого цвета возьму только одну, потому что не вижу смысла, чтобы брать много. По поводу наклеек я решила брать свои любимые декоративные летние. Потом вот эти возьму. Которые VS COS, Алиэкспресс тоже летние. Но они ничего не весят. И вообще, едем на машине, я могу взять их вообще хоть сколько. Это не как, знаете, на море собираешься, и там в чемодан определенное количество вещей только вберешь. Потом у меня есть такой вот большой набор, но я так думаю, наверное, нецелесообразно его брать, потому что тут на все времена года. То есть сначала тут идут весенние, потом вот летние. Летние очень красивые. Можно их, кстати, вот так вот по одному листочку. Давайте возьмем вот этот листочек. И, наверное... Тут у нас сенние уже идут. Вот с ламинго можно взять. А вот эти осенние и зимние пусть остаются дома. По поводу скотчей. Скотч я возьму, наверное... Тут еще зебра маркеры у меня лежат. Я их брать не буду. Вот эти два скотча я точно беру. Еще есть у меня клубника и персики. Давайте возьму еще клубничный. Ножницы для скотчей. Следующее, что я беру, это будет раскраска. И сейчас я вам покажу раскраску, которую хочу взять. Это японская раскраска от японского иллюстратора. По-моему, я вам даже ее еще в покупках канцелярии не показывала. Увидите сейчас в первый раз ее. Она очень красивая. Уютная. Здесь много летних иллюстраций. Много цветов. Также такие деревенские пейзажи. Летние загородные домики. Также много фруктовых картинок. Поэтому я решила, что именно эта раскраска этим летом будет моей самой любимой. И самой такой часто раскрашиваемой. Давайте я вам покажу еще несколько картинок. У меня тут есть уже две законченные работы в ней. Которые вы, скорее всего, увидите в видео про раскрашенное и нарисованное. И также к этой раскраске я хочу взять карандашики. 12 цветов от Faber-Castle Polychromes. Потому что мне вполне хватает 12 цветов. И для рисования тоже подойдет, если я захочу порисовать. Я беру их. И обязательно беру свои браш-маркеры про от Karin. Новенькие. Потому что я ими часто рисую в этой раскраске. И там плотная бумага. И маркеры отлично на ней выглядят. Ничего не просвечивает. Они идут кисточкой. Давайте покажу книги, которые я беру. И кое-что еще для учебы, для саморазвития. Я думала взять какое-нибудь рукоделие, типа вышивку или какое-нибудь шитье, но не знаю. Так, я возьму английскую книгу. Я уже выбрала то, что я буду читать на английском языке этим летом. У меня есть набор, который я заказывала с Эбэй. Это коллекция книг Даля. И я тут выбрала одну классную книгу. Она такая, можно сказать, тоненькая. Не будет занимать место в рюкзаке, который называется «Джеймс и гигантский персик». Книга очень классная. Я даже понятия не имею, о чем она. Я так просмотрела. Тут довольно легкий язык. Есть картиночки красивые. И думаю, мне будет приятно вечером сидя в беседке просто почитать 5 или 6 страничек в день. Я думаю, это не будет меня напрягать, но тем не менее не даст мне забыть язык. Также, так как я буду учиться, мне обязательно нужен простой карандашик и ластик. Возьму от Кохинор и ластик мятного цвета голубого. Я передумала брать простой карандаш. Его же нужно точить, поэтому я решила взять такой автоматический. Он даже не то, что автоматический. Просто тут несколько таких стержней, которые нужно переставлять самой. Потому что точилку с собой возить не хочется. Я не думаю, что я прям много истрачу этого карандаша. Сейчас набор унесу назад. Здесь у меня есть даже что-то зимнее, типа чавли, шоколадная фабрика. Вообще, на любое время года, на любое настроение, вот такие есть. Еще меньше тоненькие, можно было такой взять. Но мне хочется историю про персик прочитать. Что же там за персик такой? Теперь о том, что я возьму на русском. Я решила прочитать книгу автора Кевин Кван «Безумно богатые азиаты». Уже там вышла вторая часть, но я еще даже не начала первую. Купила еще прошлым летом, нужно уже начинать. Она довольно-таки тоненькая. Тут 550 страниц абсолютно легкого текста. Я думаю, кто знает вот эту серию азбуки, знаете, что там такие интересные, приятные истории. Я вообще ничего не знаю ни про Корею, ни про Сингапур, ни тем более про богачей, которые там живут. Это художественная, кстати, литература. Прекрасная возможность узнать что-то об Азии в художественном интересном стиле через какую-либо семью. Поэтому вот, кто любит Корею, сейчас лето, у вас будет больше времени, обязательно купить эту книгу, прочитайте. Если кому-то интересен сюжет, то поставьте сейчас паузу и прочитайте. Я вам не буду зачитывать. Это мои любимые сейчас бумажные закладки. Я использую в основном только их. Это сюда, а это сюда. Ну и еще то, что я обычно беру с собой в рюкзак, это, конечно же, мои наушники. Чехол тыква. Кейс очень красивый, силиконовый. Конечно, сейчас не в тему. Он такой более осенний. Но мне нравится, поэтому я не меняю. Зарядку. Плашет брать не буду. Ежедневник тоже пока брать не буду. Я думаю, пару дней без него ничего не случится. Я убрала все в рюкзак. Даже уместились мои маркеры. Рюкзак очень классный. У него красивый модный цвет. Такой нежный, пастельный. Все, мы с вами собрали все, что мне нужно из канцелярии и книги. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите, что вы обязательно берете с собой в поездки из канцелярии. Или же, может быть, вообще ничего не берете. Мне будет интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, Виктория Крокус. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok